Разрешите поздравить вас с 20-й юбилейной конференцией «Русско». На самом деле это большое событие для клинических онкологов России. Ну и представить мне точку зрения клинического онколога на эту проблему. На самом деле, Александр правильно сказал, даже в рамках одного отделения часто происходит спор, делать или не делать адювантную химиотерапию больным немелкоклеточным раком легкого. Ну что такое вообще адювант исторически? Это вспомогательные, ну вообще с английского языка, это вспомогательные, полезные, усиливающие действия. Адювантная терапия проводится у онкологических больных после радикальных операций, у групп высокого риска рецидива с учетом сопутствующей патологии возраста. И цель адювантной терапии – это все-таки профилактика местного рецидива и отдаленного метастазирования, то есть микрометастазирования. Ранние исследования, мы будем, у нас очень много будет перекликаться, я в хирургические дебри не лезу, потому что я не хирург, я в них ничего не понимаю, красивые картинки, представить, как я шунтирую, там что-то делаю, я не умею и не знаю. Я остановлюсь на своих исследованиях, и Евгений Владимирович рассказывал об этих ранних исследованиях, когда предприняли метаанализ 52-х рандомизированных исследований по лечению ранних форм немелкоклеточного рака легкого. Туда были включены больные с 1 января 1965 года по 31 декабря 1991 года. Был сделан вывод, что адювантная химиотерапия акилирующим агентами ухудшает показатели пятилетней выживаемости и увеличения риска смерти на 15%. Это были достоверно значимые различия. При этом адювантная химиотерапия препаратами платины увеличила показатели пятилетней выживаемости на 5%. Ну, это вот это со снижением. Ой, выключите у меня, это я, Евгений Владимирович, ставила будильник. Ну, это графики. И вот посмотрите, обратите внимание, потом я буду это показывать. О, мне как-то вот так, наверное, надо стоять. Оказывать, вот все-таки вот эти агрессивные больные, что мы говорим биологические, да, они умирали независимо от того, что мы им проводим и как мы их оперируем. Дело на самом деле не в этом. Ни в химиотерапии, ни в хирургии. Ну, и в этом еще метаанализе часто спрашивают. Это больные, которые еще получали адювантно-лучевую терапию. Разницы присоединения к, ну, радиотерапии плюс химиотерапии против радиотерапии. В общем-то, химиотерапия была, комбинация была лучше, однако более токсична. Что, какой был вывод? Проведенный метаанализ привел к пессимизму оценки роли адювантной химиотерапии, принимал клетчевые ураки легкого, но, однако, некоторые результаты позволяли надеяться на прогресс лечения этой опухоли. Следующее, огромное количество исследований по адювантному лечению. Их тоже представлял Евгений Владимирович, но они, в общем-то, на них основываются все. Первое исследование – это АЛПИ-исследование. Большое количество пациентов, больше тысячи двух, от 1 до 3 А, основная группа 3 цикла триплета, группа контроля, период большой наблюдения, не было значимых различий между группами общей выживаемости и безрецидивной выживаемости. При этом была очень высокая токсичность. Следующее исследование, исследование тоже говорил о нем Евгений Владимирович, тоже различные стадии, от 1 Б до 2 Б, но при этом исключены были региональные лимфатические узлы, 482 больных. Пятилетняя выживаемость достаточно была большая, разница 69 против 54. При этом не было выявлено преимущественно первой стадии. Осложнения очень высокие, достаточно была тогда смерть, ну, практически 1% больных, которые, в общем-то, радикально излечены при ранних стадиях, это много. И когда было ретроспективно проведено чуть позже, вот то, что и говорил Евгений Владимирович, это исследование ретроспективно, то значимое было снижение 5-летней выживаемости в группе больных старше 75 лет. И было удивительно, почему вот эта группа не повлияла на вот эту 5-летнюю выживаемость в общей группе, потому что, в общем-то, это было практически 150 человек из 482 больных старше 75 лет. Следующее исследование, это исследование, оно называется Big Long Trial 381, больной цисплатин, ой, пардон, цисплатин, базовая терапия, так, назад не идет, не идет назад, да? Поддержать чуть-чуть? А, вот, цисплатин, базовая терапия с различными комбинациями. Две третих больных была первая, вторая стадия, половина больных была третья стадия. Отсутствие статистических значимых различий 5-летней общей выживаемости, высокая гематологическая токсичность. Исследование, тоже о нем говорил Евгений Владимирович, достаточно такое известное исследование. Это тоже были больные без… потому что камень преткновения все время вот это первая B-стадия, поэтому взяли четко первую B-стадию, но туда поставили поклитоксил с карбоплотином 4 цикла. Было 2 анализа, планировалось 500 больных, но когда сделали промежуточный анализ в 2004 году, наблюдение в течение, ну, практически больше, практически 4 года, было достоверное увеличение 4-летней выживаемости на 12% в группе, где получали поклитоксил с карбоплотином. Однако анализ поздний, 2006 года, уже когда 60 месяцев прошло, не было достоверных данных в увеличении 5-летней выживаемости в этой группе больных. Ну и как бы токсичность была достаточно ниже, чем по сравнению с цисплотиновыми схемами. Летальность была в этом исследовании 0 от химиотерапии, но и результат исследования все-таки был определен как отрицательный, и связано это было, как говорят оппоненты этого исследования, небольшое количество наблюдений для того, чтобы определить, нужно 1000. Замена, заменили цисплотин на карбоплотин, ну и дискуссабельность все-таки проведения при стадии 1-й Б. Следующее исследование, оно считается вообще на уровне метаанализа, потому что 148 центров, 33 стороны. Планируем набор был вот такой, набрано столько, потому что, в общем-то, 5-летняя выживаемость оказалась на 4,1% больше, и безрецидивная 5,1%. При этом мы получили токсичность, 74 только процента завершили химиотерапию, смерть, ну и наблюдения достаточное было. То есть, по большому счету, от того метаанализа, который был в 95-м году, прошло 10 лет, мы получили те же, по сути, 5%. Даже там 4, там 5 было, здесь 4. За 10 лет. Огромное количество исследований. Но здесь исследование, которое было одно. В результате, да, в этом исследовании, ну вот сейчас нужно подержать, опять будет, в этом исследовании было определено зависимость от RCC1, о которой говорил Евгений Владимирович. Однако в последующем исследовании тест было именно направлено на эту проблему, это, да что такое, это определение RCC1, и в результате не набрано было это исследование закрыто, потому что значимости ожидаемой вот этой вот эффективности биомаркера RCC1 в этом исследовании выявлено не было. И потом несколько другое направление изучения RCC было исследовано в Адиванте, я чуть позже скажу, и Евгений Владимирович об этом говорил. Очень интересный метаанализ японцев. Ну, у них всегда очень все здорово получается, очень все классно, и гораздо выше. Объясняется, когда европейцы видят, вроде бы все статистически здорово сделано, все сформировано, но у них на самом деле показатели выживаемости достаточно высокие. Они отмечали в Адиванте UFT и говорили о том, что это увеличивает показатели пятилетней выживаемости. Но если посмотреть два, одно европейское, о котором я вам говорила, по сути оно по мягу, то анализу приравнивается, и вот это японское, то, в общем-то, пятилетняя выживаемость с хирургией ранних форм получается 44,40, то есть в Европе, я не знаю, другие формы. Это объясняется биологическими формами. А в Японии 81,77, очень высокая пятилетняя выживаемость. Но все-таки, однако, о препаратах второперимединового ряда, в частности UFT, очень часто видишь публикации именно японцев. И у нас в России я часто вижу, когда назначают больных в адювантном лечении второперимединовые препараты. На самом деле, в общем-то, наверное, это все-таки очень и очень дискутабельно. Исследования АНИТа. Тоже большое количество больных, различные стадии, венербинсы с плотином. Пятилетняя выживаемость была значима, только при первой стадии не различалась. Семилетняя, ну, в общем, чуть больше, чем 5% в одном из исследований. Огромное количество исследований закончилось метаанализом, о котором говорил Евгений Владимирович, пятилетняя выживаемость на 5,3. Прошло еще 5 лет. То есть, получается, с 1969 года, помните, я говорила, в декабре, да, включенные больные. Это уже 2008 год. В результате так 5% и стоит. Ничего не меняется. Мы смотрим те стадии, другие, третьи. 5% безрецидивная общая выживаемость для больных, которые получают адювантное лечение. При этом, в общем-то, определили, что все-таки есть цисплатин, содержащая схема в дуплете, это лучше. Еще два больших метаанализа, которые уже в 2010 году. 4% улучшения общей выживаемости. По большому счету мы стоим в течение уже, получается, 40 лет, да, 40 лет на одном месте. 4% от адювантного лечения для больных немелкоклеточного рака легкого. Что приобрели больные операбельным немелкоклеточным раком легкого после вот этих всех метаанализов? Ну, во-первых, есть адювантная химиотерапия, это стандарт на сегодняшний день. Это на самом деле. 4 цикла цисплатин базового дуплета. Человек должен быть в очень хорошем удовлетворительном состоянии. Он должен быть восстановлен где-то к 6-8 неделе после операции. Адекватная функция жизненно важных органов, согласие больного. Мы знаем, что не увеличиваются показатели все-таки выживаемости первой стадии. Старше 75 лет у больных не очень. Ну, и РССЕ тоже положительно не очень хорошо, по крайней мере, мы это знаем. Прочеретивые данные до сих пор по стадии В2. При этом показатели 5-летней выживаемости 4-5%. Токсичность где-то примерно в среднем 40-50%. Смерть на лечение 1-2%. Вот такая цена за то, что мы делаем адювантную химиотерапию. Почему вот такие противоречия исследований по адювантной терапии? Можем ли мы опираться на разноречивые данные, которые мы получаем с момента первого метаанализов? Большая часть исследований нет значимых результатов увеличения показателей. Метаанализ дает от 4 до 5 прироста общей выживаемости. Высокая токсичность атостатиков. Почему это происходит? Почему таким образом мы получаем... Вот при метаанализе мы выше не поднимаемся вообще. Ну, видимо, дизайн исследований различный. Особенно включение больных по стадиям, возрасту, режима химиотерапии, молекулярным аркером, морфологическим типом. Нельзя сравнивать несравнимо, потому что мы видим, что за последние 30 лет невероятный прогресс лечения как хирургического, так и лекарственного, немелкоклеточного рака легкого. Начиная от стадирования и кончая вообще лечения. В связи с этим эти исследования на сегодняшний день подвести под одну черту, с моей точки зрения клинического онколога, невозможно. И самое основное – это стадия заболевания. Смотрите, что происходит. Евгений Владимирович тоже говорил, да? Шестая версия – это вот такая по Т размер, да? Седьмая – это совершенно другая, это уже до семи, а восьмая сейчас планируется, там совсем все по-другому. В результате получается, что то, что мы брали в 65-м году, в 2000-м, в 95-м – это разные были первые стадии, это были разные вторые стадии, это разные были третьи стадии. И, в общем-то, это и показывают исследования различные. Там, где мы делали исследования раньше, там не было отсутствия эффекта химиотерапии, а исследования чуть позже – положительный эффект от химиотерапии. И если мы посмотрим гайдлайнзы 2017 года, мы очень все их любим, эти гайдлайнзы, мы к ним обращаемся. Посмотрите, при первой стадии, вот я считаю, я как раз эти гайдлайнзы показываю для нашей России. Очень много, я вот вижу больных и консультирую с регионов и с нашего города. Стадирование – это очень важная часть в онкологии. Если не будет, сначала у нас морфология и стадирование, от этого мы пляшем в тактике лечения. Так вот, для того, чтобы простодировать первую стадию, необходимо, ну, по крайней мере, сетискент сделать. Я уж ПЭТ, ладно, не говорю о ПЭТ, да? Мы говорим всегда, мы опираемся на клинические исследования. Но клинические исследования, это вот дают такое обследование. При первой Б стадии уже нужно патологическое обследование медицинальных лимфатических узлов, чтобы понимать хирургам, что они идут на радикальную операцию. А если смотреть, например, третью Б стадию, то тут даже эус-биопсию надо делать, и нужно четко определяться. Четко определяться нужно, есть контралтеральные лимфатические узлы или нет. А наши рекомендации русско, которые мы тоже говорим, в общем-то, это наши рекомендации. Посмотрите, первая Б стадия – наблюдение одевантной химиотерапии больных высокого риска опухоли больше НХ. Какая же это первая стадия? НХ – это говорит о том, что вообще-то нет стадии никакой. Да, это высокий риск, если мы неправильно простадировали. Это на самом деле высокий риск, но это не основание делать химиотерапию. Кроме того, края резекции, Евгений Владимирович об этом говорил, да, края резекции. Оказывается, даже в гайдлайнсах это есть. И главное, когда есть позитивные края резекции, но в результате мы понимаем, что не все можно сделать, везде стоит химиотерапия, да еще и одевантная. Поэтому на сегодняшний день одевантная химиотерапия не имела клеточного рака легкого. Это не метод лечения для исправления неадекватного предоперационного, послеоперационного стадирования. В нашей стране это четко касается. Исправляющие хирургическое лечение, которое выполнено нерадикально в связи с ошибками предоперационного стадирования. Не потому что плохо хирурги сделали, потому что не рассчитали силы, не рассчитали возможности. А это метод, который улучшает отдаленные результаты радикального хирургического лечения. И по поводу микроизменения стволовых клеток, которые находят в крови, конечно, безусловно, и при первой, и второй стадии циркулирующие стволовые опухолевые клетки они будут, но при этом есть ли у них потенциал метастазирования. Вот в этом самое главное. Потенциально ли они будут метастазировать или нет. И это, наверное, нужно будет еще пока изучать. Для клинического онколога адъювантная химиотерапия, конечно, рекомендована. Ну, я никуда не могу против рекомендации уходить, да? Но она не стандартизована для меня. При стадиях 1-й Б и 3-я, при условии только адекватного стадиирования радикального хирургического лечения. Конечно, она проводится с учетом возраста, общего состояния. Конечно, гайдлайнс есть, но стандартизации на сегодняшний день, с моей точки зрения, нет. Результаты исследований, ставших основой текущих рекомендаций адъювантной химиотерапии, вот меня, например, не убеждают абсолютно. Я думаю, очень многих людей, сидящих здесь, которые работают в этой области. Но в любом случае нам нужно, конечно, поблагодарить исследователей, которые это все делали. Но, к сожалению, они все это делали в условиях, которые имели резкие изменения в научной среде. И в связи с этим и происходят вот эти вот вопросы. Но, да что же это такое? Очень напрягает, да. Сейчас я. Ага. Какая стратегия будущего? Ну, это, конечно, биомаркеры. И, в частности, вот то, что мы говорили, RCC не показала. Но P27, Евгений Владимирович показал, что как раз вот сочетание вот это, высокой экспрессии RCC1 и P27, они, возможно, дадут какой-то ответ на чувствительность к препаратам платины и вообще показателям выживаемости. Интересно, вот Берсиа-1, это вот исследование Россола, когда напрямую была зависимость показателей выживаемости и проведения адъювантной химиотерапии препаратами токсанового ряда и препаратами платины, и увеличение выживаемости у этих больных. Таргетная терапия, это тоже Евгений Владимирович говорил, это исследование Радиант. Да что же такое-то? Куда нужно вообще? Вот. И это исследование Радиант. И посмотрите, те больные, которые, в общем-то, имели. Но надо сказать, что в Радианте сначала все провели адъювантную химиотерапию, а потом им уже провели анализ, и тогда разделили их те, которые плюсы, GFR и минусы. Но все, которые плюсы, посмотрите, все-таки кривые расходятся, и кривые расходятся, по сути, в самом начале. Не так, как одногодичные, там они все погибали. Здесь мы выделили группу более благоприятную с этой точки зрения. Вот исследование Алхемист, которые, в общем-то, на сегодняшний день генотипируются тканей, в зависимости от того, если нет мутации, есть PD-L1, мы уже теперь знаем, пембролизумаб зарегистрирован как первая линия при немелкоклеточном раке легкого. Я считаю, что это вообще просто прогресс в лекарственном лечении немелкоклеточного рака легкого. Иммунотерапия без химиотерапии, препарат зарегистрирован как первая линия, это просто потрясающе. Больные, в зависимости от того, что они имеют по мутациям, им назначается то или иное лечение. Биоцизумаб, который, к сожалению, в исследованиях не показал значимости. Это вакцинация, это та же иммунотерапия. Адивантная химиотерапия, вот с моей точки зрения, онколога клинического завтра, это стандартизованный алгоритм с учетом стадии индивидуальных особенностей больного, индивидуальных особенностей опухоли. Это биомаркеры, молекулярно-генетические особенности. Но сегодня, я считаю, мы стоим только на вот этом уровне развития, с этой точки зрения, конечно, назначать всем адивантную химиотерапию. Мой взгляд, я считаю, что это неправильно и неоправданно, потому что мы не имеем четких исследований, которые бы ответили на вопрос проведения. Но это примерно мой взгляд, я взяла основу исследования последнего. Наверное, бы я выделила, что это небольшая группа, это по сути гайдлайнс, которые сейчас мы имеем при раке толстой кишки. Мы имеем при раке молочной железы, когда мы имеем типы, подтипы биологические, и мы знаем четко от подтипа, мне кажется, что при раке легкого через года 3-4 мы увидим тоже адаптированный алгоритм, в котором мы разделим больных на АЛК положительных, ЭДЖФР положительных, БРСА положительных, на ПДЛ-экспрессию высокую и так далее. И будет маленькая-маленькая категория больных, которые будут получать химиотерапию. И я здесь не нарисовала, наверное, будут те, самое главное, которым не нужно получать никакой лекарственной терапии. Я уверена в том, что такие больные тоже будут. Они биологически живут и без нашего вмешательства, без нашего лечения. Благодарю за внимание.